Всех представителей знака Зодиака Лев, я рада приветствовать на своем канале. Меня зовут Ева Лехцер и в данном видео хочу вам представить Терроскоп на ноябрь 2018 года. По традиции карты вам покажут общую атмосферу месяца, а также события, которые наиболее вероятно отыграются в сфере работы, финансов, здоровья, личной жизни. И карты дадут вам совет, как наиболее благоприятно и продуктивно провести вам данный месяц. Хочу вам напомнить, что работаю я на прямых и на перевернутых арканах. В среднем, я конечно не подсчитывала, но приблизительно 50 на 50 в колоде карт идет. Это я сразу предупреждаю вопрос и ответ на то, почему, например, все перевернутые. Если падают в вашем раскладе все перевернутые арканы, значит вы сами себе выстраиваете препятствия. И карта вам показывает, что нужно их преодолеть. Расклад, безусловно, выполняется для широкой аудитории. Он не может однозначно проиграться для всех. По той простой причине, что знак зодиака у вас один, а асценденты у всех разные. Поэтому просматривайте, пожалуйста, не только по знаку зодиака, по знаку своего асцендента. И сопоставляйте, как проиграются у вас события. По какому знаку, в принципе, вам нужно смотреть. Итак, настраивайтесь, пожалуйста, на расклад. Убирайте все личные мысли. И будем смотреть. Итак, на ноябрь месяц. Общая атмосфера месяца. Что вас ожидает в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни. И совет от карты. Так, давайте смотреть. Общая атмосфера месяца. Здесь у вас падает рыцарь кубков. Ну, слишком много эмоций. Это сама по себе карта новых деловых предложений. Как касается как рабочих, так и личных взаимоотношений. Потому что рыцарь кубков – это то, что вам в первую очередь по душе. Дарит вам только положительные, благоприятные эмоции. Также карта может указывать на поездку, путешествия, переезд. Это карта движения. И за что бы вы ни брались в этом месяце, все у вас получится, знаете, вы будете делать с душой. Будете вкладывать всего, либо всю себя в ваше начинание, в ваше дело. Потому что здесь вот запав. Вот это карта творчества. Карта такого посыла, когда хочется что-то вот начать, нечто новое. Влиться полностью. Ну, и потом, как следствие, получить результат. Что у вас ожидает в плане работы? Перевернутые рыцарь мечей. Ну, здесь ситуация накала страстей. Если, например, вы безработный, то ситуация не поменяется. Если вы наемный работник, либо у вас свой бизнес, то здесь конфликт с подчиненными, либо в целом, да, ну, неважно, с руководством, с начальством, либо с деловыми партнерами. Если одноемный работник, то здесь может быть даже ситуация выговора. Ну, как вы знаете, когда вы четко будете воспринимать все как-то на личный адрес и очень агрессивно на это реагировать. Давайте дотяну, что же здесь конкретно по работе. Ну, это будет связано с атмосферой в коллективе. Это раз. И для многих это может проиграться из-за того, что вы какую-то свою атмосферу из семи, семейные проблемы будете переносить и выливать на рабочую почву. Из-за этого будете сорваться на сну, на своих коллегах, либо на своих подчиненных. Видите, да. Вот из-за того, что идет накал страстей в личной жизни, вот эти конфликты будут возникать на работе. В целом, в связке карта указывает на непонимание внутри коллектива. Что вас ожидает в плане финансов? Ну, в плане финансов по королеве мечей могу сказать однозначно рост доходов за счет вашего, скажем так, аналитического ума и умения все, скажем так, просчитать на несколько шагов вперед, отложить, взвесить. Королева мечей – это когда вы четко понимаете, как нужно структурировать свои финансы, сопоставлять доходы с расходами, ну и понимаете, каким образом вам вести ваши финансы, дабы не остаться ни у дел. В плане здоровья у вас здесь падает перевернутое правосудие. Здесь может быть у вас поставлен неверный диагноз, если вы болели, либо проходите обследование, поэтому такой вот совет одновременно от карта – пройти диагностику в другом учебном медучреждении. Посмотрите, проанализироваться поставить, потому что перевернутое правосудие – это значит, знаете, как лечат, например, или не от того, или в принципе лечат то, чего у вас нет. Вы можете быть абсолютно здоровы, у вас могут найти ряд заболеваний, которые вам не присущи. Шестерка кубков. Здесь указание на то, что больше пользуйтесь рекомендацией своими друзей или знакомых, дабы найти хорошего врача, хорошего специалиста. Ну а в целом сама по себе шестерка кубков – это карта хорошего самочувствия. Единственное, что здесь, поскольку аркан перевернут, вы на эмоциях могли себе надумать какое-то заболевание. В плане личной жизни, что у вас здесь? Ну вот, вот оно вам выливается в вашу работу. Перевернутый туз мечей. Нашла коса на камень. Если быть на текущий момент одинокий, ситуация не поменяется. Если вы на текущий момент в паре, неважно, какие у вас там гражданские взаимоотношения, официальные, либо на какой они стадии, тоже не имеет значения. Споры, конфликты. Вот можете резко что-то сказать, либо рубануть, как говорится, да, так сказать, на отмашь. Для многих это может быть даже карта разрыва, либо временного расставания. Сейчас, Датьяну, что у вас здесь конкретно. Ну вот, перевернутый дьявол. Желание избавиться от созависимых отношений, которые, допустим, возможно, вас тянут на дно. Потому что по перевернутой двойке Пентакли вы были в ситуации тупика, в ситуации выбора. Кстати, для некоторых это проиграется, как вот сделать выбор в пользу одного из партнеров, а не нужного партнера отсечь. Так, ну из позиции совета от карт, что же у вас здесь перевернутая девятка Пентакли? Сейчас покажу в прямом положении. В перевернутом положении карта говорит о том, что те люди, на которых вы возлагали какие-то надежды, идет несоответствие их поступков с их словами. Как следствие, у вас идет разочарование. Поэтому по данному аркану, знаете как, надейтесь только на саму, либо на самого себя. Не стройте далеко идущих планов в отношении других людей, потому что здесь ваши ожидания, они не будут соотноситься с той реальностью, которая будет по факту. Как следствие, вот эти ваши ожидания, ничем не подкрепленные, и вгонят вас в ситуацию стагнации. Вот из-за этого, вот я так тебе доверяла, так на тебя рассчитывала. Это ваши ожидания. Да, как бы это прискорбно ни звучало, но факт остается фактом. Никогда не надейтесь и не ждайте ни от чего другого от людей. Потому что, вот видите, перевернутый рыцарь Жезвер. Если касается личных взаимоотношений, то здесь страсть как быстро вспыхла, так и быстро сошла на нет. Если это касается каких-то деловых взаимоотношений, то это не желание, например, дальше продолжать какую-то совместную деятельность. По какой причине? Потому что здесь, ну, партнер просто-напросто будет безалаберным, не будет выполнять те обязательства, которые он перед вами держит. Так что вот такой у вас вышел расклад. Месяц для вас не является значимым, либо переломным, потому что оно здесь не превиолирует старший аркан. Поэтому месяц для вас проходящий. Тем не менее, как показывают карты, вы здесь можете сделать необходимые выводы, подкорректировать ситуацию и избежать каких-то негативных моментов. Особенно, если вы будете держать себя в руках и не выливать эту злость и агрессию на своих близких людей, либо на коллег. И тем самым вы сможете сделать свой месяц более продуктивным. Вот таким вот вышел расклад. Для тех, кому необходима моя индивидуальная консультация на платной основе, либо все вопросы, которые касаются обучения, вы можете задать по тем контактам, которые вы найдете по ссылке под этим видео. Ну, а я искренне вас благодарю за просмотр. С вами была Ива Лехцер. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok